Здравствуйте. В эфире программа «О чём говорят». В разных странах и в России в том числе отметили Международный день добровольца. Сегодня к этим людям особое внимание и, надо сказать, весьма заслуженно. Накануне даже президент в своём ежегодном послании выделил тему добровольчества и волонтёрства, призвав чиновников снять все барьеры для его развития. Итак, у меня в гостях. Юлия Рябева, директор Центра привлечения и подготовки городских волонтёров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Здравствуйте. Татьяна Викторовна Кунатова, волонтёр серебряного возраста. Здравствуйте. Я рад, что вы снова у нас в гостях. И Михаил Мирсков, руководитель проекта для молодёжи с инвалидностью. Добрый день. Итак, вы герои новостных лент, друзья. Все вас поздравляли. Вообще, действительно, внимание заслуженное, тем более, насколько я понимаю, накануне прошло довольно-таки серьёзное мероприятие с вашим участием. Вот дали вам зелёный свет. Да, вот уже президент сказал, что никаких барьеров, чтобы вам не чинить. Вообще, насколько он вам необходим, этот зелёный свет, действительно, или у вас и так всё было хорошо? Вот кто скажет? Ну, давайте, Юлия, с вас, у вас ответственная должность. На самом деле, этот зелёный свет нам нужен, потому что предстоит достаточно серьёзное событие нам в 2018 году, чемпионат мира по футболу. 11 городов страны его будут встречать, в том числе и в Самаре. Естественно, это требует серьёзной подготовки, и мы надеемся, что вот это масштабное событие даст новый толчок к развитию добровольчества. Оно у нас, особенно в Самарском регионе, развивается очень активно последние 20 лет. Разные группы существуют добровольцев. Волонтёр серебряного возраста. Вот здесь вот я пригласил, постарался, чтобы сегодня так в целом поговорить. Действительно, волонтёр серебряного возраста и Михаил, который занимается особыми волонтёрами, да, вы чемпионатом мира и всем прочим, как говорится, да, поэтому охватим, охватим. Все стороны волонтёрства. Ну, не все, но... Ну, постараемся, да. Вот, а какие проблемы у волонтёров были, если мы говорим, что вот всё-таки зелёный свет необходим был, и где-то что-то мешало, или что-то не всегда получалось, или кого-то долго приходилось уговаривать, но... Ну, вы знаете, вот если говорить о нас, о серебряных волонтёрах, вот Юля сказала, что вообще нужно, да, ну, есть такие вопросы, которые нужны нам тоже. В основном для работы у нас нет проблем. Мы также, как и ребята, выходим на все мероприятия, и всё. Но есть, знаете, вот внимание как-то молодёжи, есть отдельные программы, да, выделены, какие-то помощи. Ребятам можно куда-то поехать, да, им могут оплатить проезд. Это мы про волонтёров молодых. Да, общих. Мы тоже, ну, молодые. В душе молодые. И в душе, и не только. А вот именно в этой волонтёрской программе большой, именно вот волонтёров серебряного возраста не предусмотрено. То есть, как пенсионеры на остаточном принципе. На самом деле просто существует стереотип, что волонтёрство – это в первую очередь молодёжная среда. Молодёжная среда. Вот, допустим, в рамках... А это в России такой стереотип, насколько я понимаю, или он везде? Нет, это в России такой стереотип. Мы с ним боремся какое-то время уже. И я вот надеюсь, что чемпионат в данном случае нам в этом очень хорошо поможет, потому что мы ждём людей всех поколений, и серебряные волонтёры у нас. Мы сейчас здесь сидим и лыкаем, потому что Михаил сидит сбоку. Мне кажется, стереотип, что инвалиды-волонтёры тоже у нас непредусмотрены, да? В сознании, я имею в виду. Да, Леонид, абсолютно верно. Я хотел бы дополнить, как вот сказали мои коллеги, в том плане, что зелёный свет необходим с точки зрения того, что, да, в случае с инклюзивным волонтёрством, то есть волонтёрство, в которое увлечено молодёжью с инвалидностью, требуются всё-таки какие-то минимальные доступные условия среды. То есть это либо пандус, либо какие-то лифтовые подъёмники, либо ещё какие-то элементы. Дело в том, что волонтёром, как обычно принято, может быть любой человек, как мы уже сказали. И задача, к примеру, не всё физически может сделать, к примеру, человек с инвалидностью, но, к примеру, он может быть колоссально серьёзным и ответственным координатором. Для этого, допустим, ему требуется добраться до какого-то места работы, к примеру, компьютера, ещё какого-то, возможно, терминала устройства. В данном случае, в первую очередь, это, конечно, всё-таки, к сожалению, либо по необходимости это какие-то необходимые элементы доступной среды. И второй вопрос я хотел бы выделить ещё не то чтобы недостаточную информативность, а не все знают даже вот про то, что есть это направление, инклюзивное волонтёрство. Инклюзивное волонтёрство, да-да-да. Это тоже первый раз, мне стыдно, но я об этом узнал вот не так давно. Ничего, это нормально, это абсолютно новое веяние, которое, я надеюсь, что всё-таки являемся как одни из аденачальников, это мы, Самарская область. В данном случае требуется, чтобы все какие-то структуры, властные, организации и прочее, они знали, во-первых, о том, что такое есть, и чтобы они направляли... Не удивлялись, не отмахивались, да, шли на контакты сотрудничали. А вот что делать, Михаил, извините, я тороплю, потому что у нас не очень много времени. Вот нас сейчас с вами смотрят какие-нибудь молодые ребята, или, может быть, серебряного возраста, но с инвалидностью. Только рады будем, пусть все приходят. Да, и думают, а я бы ведь тоже хотел поучаствовать, ну что я сижу, вот есть желания, есть силы, да, есть куда обратиться. С позволения я бы вкратце сказал о моём проекте. Я победитель этого года по форуму ИВОГа, по смене Медиа Волна, и я выиграл грант как раз на реализацию медиапроекта по работе с молодёжью с инвалидностью. В чём он заключается? Различные организации, которые устраивают какие-то мероприятия, акции, какие-то специализированные для молодёжи с инвалидностью, мы приглашаем их размещать информацию об этих мероприятиях на сайте моего проекта. Так как сайт реализации этого проекта, она осуществляется при поддержке фонда поддержки гражданского общества, это масштабное мероприятие, которое позволит максимально распространить информацию о данном мероприятии. Таким образом мы сможем информировать как молодёжь с инвалидностью, которая проживает как на территории Самарской области, так и за её пределами о каких-то лучших проектах, которые именно реализуют организации различные, так и сможем именно информировать их о том, о самом свежем, что происходит. Если же человек с инвалидностью просто хочет принять участие в инклюзивном волонтёрстве, ему достаточно найти в интернете Самарскую региональную молодёжную общественную организацию «Инклюзивный клуб добровольцев». Можно просто в интернете, в Яндексе набить «Инклюзивный клуб добровольцев в Самаре», и мне кажется, поисковик выдаст. Поэтому, друзья мои, видите, как всё на самом деле просто. И у нас тоже очень просто. И у вас, да. Центр социальных проектов набираем, и везде есть, и можно телефоны найти, и связь найти в одноклассниках. Испытываете ли мы сегодня недостаток в волонтёрах? Я помню, когда-то, когда всё это начиналось, и периодически волонтёры здесь часто бывают разных направлений, а мы всё время говорили о том, что, ребята, столько идей, столько нужно сделать, приходите, обращайтесь, вот людей не хватает. Вот на сегодня как? Не хватает или? Вы знаете, это нельзя сказать, не хватает, не хватает. Смотря какой мероприятия. Работа есть всегда. Всем есть, и если есть желание, то да. Вот у нас серебряные волонтёры все пришли, и в городской волонтёрский центр все у нас зарегистрировались. Но мы зовём ещё дополнительно. Мы вообще-то мечтаем, чтобы как в Лондоне, средний возраст к 46 подогнать. Но вы знаете, вот когда приходят наши волонтёры серебряные, регистрируются и собеседование проходят, девочки-рекрутеры приходят и прям счастливы, говорят, ой, какие они классные, как хотим с ними работать. Поэтому мы все там, можно оттуда начинать даже. Я по себе могу сказать, что Татьяну Викторовну я видел сам на многочисленных городских мероприятиях. Да, мероприятия встречались. Встречались, да. Поэтому это, конечно, отрадно. Вот какие задачи сегодня стоят перед вами, тем более чемпионат мира, он приближается неуклонно. Что осталось нерешённым? Я бы сказала, знаете как, что вот эта вот площадка чемпионата мира, волонтёрская сборная, мы сейчас это называем, это для нас огромная возможность. Возможность перевести развитие волонтёрства и добровольчества в другое качество в стране, да. То есть когда мы все будем понимать, что это не просто игра, это не просто средство воспитания молодёжи, например, а это очень важная социальная деятельность, которая требует очень профессионального подхода. Чемпионат сейчас нас заставляет вырабатывать такие процедуры, достаточно серьёзные и сложные, отрабатывать их, да, там, отбор, привлечение, подготовка, обучение и выход на площадки, это событие, которое займёт не менее 20 дней у каждого добровольца. 32 дня у нас будет идти фестиваль болельщиков в Самаре. Прямо это будет работа, действительно. Это будет работа, профессиональная работа. И здесь сейчас и у волонтёров есть возможность отрабатывать профессиональные навыки, получать огромный, колоссальный опыт. И, соответственно, у организаций, которые работают с волонтёрами, неважно, это волонтёр серебряного возраста, инклюзивное добровольчество, да, то есть отрабатывать какие-то технологии, которые качественно другие, они заставляют нас сейчас привлекать людей не на один день, не на два, а на долгий период. И мы очень долго с этими людьми будем жить, почти полтора года до чемпионата, вместе работать, выезжать на мероприятия, отрабатывать какие-то технологии, смотреть, как всё это действует, да, для того, чтобы в самом лучшем качестве выйти на чемпионат. Вот это самое правильное, в самом лучшем качестве, потому что, опять же, понимаю, у вас концепция была принята не так давно. Да, совсем недавно Николай Иванович подписал концепцию развития. Я просто выписал себе, согласно концепции, программы «Городские волонтёры» призваны создавать атмосферу праздничного, гостеприимного и комфортного города. Я вот ещё даже процитирую то, что вот в концепции у вас написано «Проведение чемпионата невозможно представить без участия городских волонтёров». Городские волонтёры являются своеобразной визитной карточкой мероприятия чемпионата. Своим радушием и гостеприимством, самоотдачей и сложной работой они формируют положительный имидж региона и во многом определяют успех спортивного события. Это такой груз на плечи. А представляете, закончится чемпионат мира, а все эти люди, обученные, хорошие, с таким потенциалом большим, они все останутся у нас, это мы. И останутся у нас здесь. И они будут здесь. И, соответственно, организации, которые работают с волонтёрами, смогут воспользоваться этим опытом. И, соответственно, этой базой волонтёры огромной, потому что сейчас мы планируем, что зарегистрируются в качестве кандидатов не менее 5000 человек. Выйдут на работу около 1500 человек. Только в городской волонтёрской программе, а есть ещё программа комитета чемпионата мира по футболу в Самаре, да? А ведь кроме после чемпионата будет огромное количество других дел, как правило, потому что мы же привыкли, что слово волонтёр, это вот мы сейчас совместили всё к каким-то спортивным событиям и к праздникам. А в принципе работа волонтёра и добровольца это тяжёлый труд не в праздник. Это помогать... Вы знаете, я бы не так сформулировала. С одной стороны, это серьёзный труд. Серьёзный труд, да. С другой стороны, это огромное количество эмоций, контактов, ощущений праздника, потому что недаром в концепции написано, что городские волонтёры создают атмосферу гостеприимства, радуши и праздника в городе. Ну, это когда мы говорим о больших мероприятиях, но когда больших мероприятий нет, то работа волонтёра, она направлена... Это в первую очередь улыбка, тепло, которое волонтёры приносят. От человека, которому помогаете. Ну, вот мы с вами 12 июня встретились. Встретились, да. Это не чемпионат мира был, да? Но тоже всем было приятно и хорошо. Ощущение праздника великого. И детям и взрослым, совершенно верно. Да. Не важно, какое мероприятие. С вашего позволения я хотел бы добавить, в случае с именно спецификой инклюзивного волонтёрства, это ещё и мощнейший инструмент социализации тех людей, которые к нам придут, либо кто-то захочет попробовать себя... С двух сторон причём. И тех, кто работает в качестве инклюзивного волонтёра, и тех, кому помогают. Понимаете? Ну, у нас вот в городских волонтёрах, да, есть люди с инвалидностью, уже зарегистрировались. Да, один человек – инвалид-колясочник, и другой кандидат – это молодой человек с детским церебральным параличом. Вот. Поэтому мы ждём всех, и мы будем подбирать людям ту функцию и тот объект, в рамках которого они могут реализовываться. Да, они могут реализовываться. Ацентль. Спасибо вам большое. Работы у вас впереди непочатый край. Так же, как и вы, мы ждём чемпионат мира, и я понимаю, что и после чемпионата вы ещё будете востребованы, это самое главное. Спасибо. Единственное только хотелось напомнить, что существует и радиоверсия программы, так что всегда можно и прослушать, о чём говорят, в эфире Самарского губернатского радио 21.00. Спасибо вам всем и удачи. И вам спасибо. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова